Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша обещанная встреча с Лесей Лавской, членом международной журналистской организации IFJ, редактором издания «Наблюдатель». Напомню, две недели тому назад, после первых судебных заседаний, был предъявлен наблюдателю иск. Мы тогда обсуждали эту проблему и сказали, что по мере поступления информации будем встречаться вновь. Итак, что происходило в эти дни? Вчера было очередное заседание в Печерском суде в Киеве. Суд начал рассматривать дело по сути. То есть суд начал изучать все материалы непосредственно, которые касаются Олега Васильевича Паракуда, о котором мы говорили. А кто присутствовал на этом суде? Потому что вы говорили, что собираетесь непосредственно его пригласить тоже. С нашей стороны присутствовали наши представители, адвокаты, юристы. Я не могла присутствовать по некоторым причинам. Наблюдала все в режиме онлайн, скажем так. Адвокат перешел к делу. И в принципе я довольна ходом судебного заседания. Мы тогда в прошлой передаче упоминали, что у вас, поскольку вы члены Международной ассоциации журналистов, у вас есть западные партнеры, которые высказывали готовность помочь в ходе ведения судебного разбирательства. Они были, присутствовали? Да, они обещали помочь, хотят следить за ходом этого дела. К сожалению, как и меня, их не было. Мы будем в Киеве в ноябре, когда будет следующее судебное заседание. Они тоже следили в режиме онлайн. Все материалы им передаются в обязательном порядке. В режиме онлайн это на вашем сайте, да? Нет. Нет, судебное заседание мы нигде не выкладываем, просто контролируем ситуацию. Нет, ну какие-то новости вы выкладываете. Я пытался зайти на ваш сайт утром, но у меня не получалось. Там какие-то сбои, неполадки, чем это вызвано? Да, кстати, так произошло, что как раз-таки я не присутствовала на судебном заседании, имела возможность еще и проследить за работой сайта в этот момент, когда шло заседание. И действительно, с началом заседания на сайт начались ДОС-атаки, о которых мы уже давно знаем, и слышали о них, и знаем, и прочувствовали. И сайт не работал некоторое время, конечно. Вот это совпадение, это значит, что это намеренная какая-то атака, да? Вот, это был чей-то заказ, наверное, да? И как вообще, как происходят эти атаки? Честно говоря, механика не владеет. Как это люди организовывают? Ну, наши специалисты хорошо, что вовремя выявили проблему, и во время всего заседания судебного устанавливали фильтры, то есть для того, чтобы обезопасить систему от взлома. Я не буду говорить, кто был заказчиком данного действия, а у ДОС-атак всегда есть заказчик, то есть просто так система не ломается. А принцип такой, что в основном хакеры пользуются флудом, так называемым. Это принцип запроса к поисковой системе, компьютерной системе, абсолютно бессвязных, нелогичных, неправильных запросов в очень большом количестве. И, соответственно, система выходит из строя из-за этого. А в Европе как-то борются с этим делом? Можно их опыт как-то подчеркнуть? В Европе борются с этим, но по всему миру, в принципе, такая практика существует. Взламывают и правительственные сайты, и новостные сайты, и все что угодно. То есть это далеко не новость, ни для кого. Но каким-то образом, в принципе, их опыт можно использовать для того, чтобы защититься? Конечно, конечно. Над чем мы и работаем сейчас. Вот, ну, мы вообще, так сказать, говорим о суде, говорим, так сказать, о вот всех этих проблемах, которые возникают, но на самом деле, вот как-то не подошли, а суть-то в чем? Вот, вообще, так сказать, та печка, от которой начали это насылать, это состояние нашей экологии, да? В общем-то, речь-то шла об этом. Да, на самом деле, мне немного печально от того, что все воспринимают этот иск как статья, которая задела репутацию, честь и достоинство Олега Васильевича. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что экология страдает, и мы пытаемся докричаться до людей. То есть расследования, они не потому происходят, что нам там жалко каких-то средств, гражданских, кстати, средств украинцев. А дело в том, что за эти средства, выделенные на экологию, куплены какие-то объекты недвижимости или движимого имущества. Нет, ну хотя со стольких трибун произносится то, что эти средства, они очень, так сказать, скрупулезно используются, потому что действительно мы боремся за нашу экологию, но на самом-то деле, ну мы же не, так сказать, вчерашние, как говорят в Одессе, да, мы знаем, каким образом и какие стандарты существуют незыблемые в европейских странах, вот которые нельзя нарушать, там, использование какой-то химии, там, да, при обработке земли, предположим, при выворачивании сельхозпродукции, ну и так далее, и так далее, сохранение зеленых насаждений и прочее. Вот, у нас же, по-моему, плачевнее просто нет. Вы знаете, когда мне довелось пообщаться с европейскими коллегами, они были в таком шоке от того, что после первой же нашей статьи с собранными фактами, с информацией, которая разоблачает массу коррупционеров из Министерства экологии Украины, они были, ну просто, невероятно возмущены тем, что до сих пор министр сам не покинул пост и никто не был уволен даже. То есть это все обсуждалось где-то в кулуарах министерства, но почему-то не выходило это все на большой суд. Почему у нас в стране вот не работает эта система действительно надзора за тем, вот каким образом, не знаю, хотел сказать, сохраняется наша экология, вообще на самом деле это слово не подходит, да, она скорее уничтожается. Вот, почему у нас это не работает? Вот везде это работает, а у нас нет. Те же пестициды, предположим, о которых мы прекрасно знаем. Те же пестициды. Опять вернусь к нашим европейским партнерам, потому что сейчас мы с ними тесно сотрудничаем, и я опять пообщавшись, поняла, насколько у нас были закрыты глаза. То есть даже мы, те люди, которые непосредственно пишут об экологии, которые как-то пытаются донести до социума проблему, которая просто камнем лежит где-то глубоко. И мы понимаем, что в принципе ничего не делается, общество не информировано, власть просто вытесняет эту проблему в очень долгий ящик, давая людям, допустим, возможность, ну, либо выжить, либо не выжить. И уже остальные проблемы никого, естественно, не беспокоят. То есть человек не задается вопросом, как же там будут жить мои дети, или что это такое течет вот рядом с моим домом. Они даже не подозревают о том, что происходит. И когда европейцы, мы сотрудничаем с одним из французских телеканалов сейчас, как они нас нашли? Они просто проводят расследование свое, снимают документальные фильмы. Сейчас они сняли в Америке материал и сняли у себя во Франции. Дело в том, что есть некий пестицид, который на территории Европы 20 лет как запрещен. То есть его импортируют в другие страны для того, чтобы захоронять. Но 20 лет прошло, а они до сих пор борются с последствиями взаимодействия с этим продуктом. А проблема в том, что в нашей стране он не запрещен. И помимо того, что его не просто захороняют где-то, или не просто как-то утилизируют, его используют в сфере агропромышленности. И мы понимаем, что это не просто попадание в воздух или попадание в почву этого пестицида. Это прямой контакт с продуктами питания. Это прямой контакт с человеком. И были прецеденты, были случаи, когда, допустим, несколько недель проработав, человек ушел из жизни. Совпадение, я не знаю, министерство это никак не комментирует. И я не уверена, что это совпадение, потому что этот пестицид действительно опасен. И когда специалисты по экологии из Франции, наши парижские партнеры, узнали о том, что в Украине такое происходит, они незамедлительно позвонили, связались с нами. И, конечно, они хотели бы снять. Но, знаете, мне немного обидно за то, что Европа приезжает к нам снимать такой материал и выставлять нас как каких-то необразованных, как страну третьего мира, когда ни правительства, ни люди не осведомлены вообще о том, что происходит в мире. Технологии развиваются. То есть, посмотрев на это сверху, я понимаю, какая масштабная это трагедия. Просто это не просто слова, это действительно экологическая катастрофа, которая не приведет абсолютно ни к чему хорошему. Если человек сейчас заботится о том, чтобы купить гречку по более выгодной цене, то это ничто по сравнению с тем, что будут просто поколения вымирать. Ну, кстати, десятилетия тому назад, действительно, где-то с десятка-два тому назад, я читал статью, уже не помню фамилию этого француза, значит, один публицист, он обнародовал тот факт, что когда-то, ну, там потребовалась эксгумация вот недавно захороненных людей, ну, там недавно в плане, там, два, три, четыре года прошло. То есть, когда, по идее, извините, что я эту тему затронул, но вот когда, по идее, труп уже должен начать разлагаться, а он не разлагался, потому что он был напичком вот этой химии настолько, ведь, ну, хорошо, пестициды производят сельхозпродукции, а те продукты, которые мы едим, если покупаешь в магазине молоко, которое не прокисает естественным образом, хотя оно должно, если туда не добавить там какой-то кислой среды, оно и будет так стоять, и прогоркнет, и пропадет. Вообще неизвестно, с чего это молоко делается. Причем мы знаем из чего, мы знаем, что есть кокосовое масло, вот, и добавляют, и везде делают, и так далее. Я уже не верю надписям «сделано без ГМО». Большая радость семье, когда мы обнаруживаем купленное на привозе яблочко, а в нем есть червяк. Вот, это, так сказать, ну, просто большая радость, потому что остальные продукты, они не портятся. Значит, что? Все эти консерванты, красители, так сказать, и так далее, это вот все то, что мы едим. Но это немного другая категория. Мы сейчас говорим об опасных отходах, которые... Да, это опасные отходы, которые в открытую непосредственно влияют на людей. Вот, но вроде бы такого повального мора в стране нет, но что все-таки у нас очень много лесов, у нас очень много парков, вот, и речек, и это все, наверное, как-то фильтрует этот воздух, как-то очищает Украину. Я вам скажу, что, ну, не все так радужно, но не радужно и радостно на самом деле Украина находится в десятке стран, которые наиболее опасны для жизни именно по пункту экологии. И это еще, учитывая то, что вы сказали, опять же, у нас безумно зеленая страна, в Одессе есть море, в Киеве, леса, парки. То есть, а что делать, допустим, Запорожью, Кременчугу, где просто масса заводов, масса выбросов? То есть, и опять же, те... Я когда был в Запорожье, извините, в командировке, вот первое, что вступив, так сказать, с подножки дружного вагона, вот выйдя в город, было ощущение, что по всему городу только что положили свежий асфальт. То есть, вот этот запах стойкий, он стоял просто в воздухе и просто нас преследовало на протяжении тех дней, пока мы там были. Ну, я вам скажу, что деревья не способны обработать такое количество негативных веществ в кислороде, в воздухе. И, учитывая то, что, опять же, если вы думаете, что министерство не найдет, как поживиться на какой-то сфере, будь то санитарная чистка лесов, о чем я вам хочу сейчас сказать, что она проводится абсолютно не так, как мы это себе представляем. То есть, схема такая. Объявлена о санитарной чистке лесов. Естественно, люди выезжают, спиливают деревья около, ну, минимум 10 тысяч, допустим, в какой-то там определенной территории. И они спиливают, естественно, не зараженные деревья, не сожженные деревья, как это заявлено в документах. Они спиливают дерево... То есть, деловую древесину, короче, да, которая идет, так сказать, дальше? Да, элитных сортов, которая потом списывается, как дрова, и продается каким-то частным фирмам, либо вообще вывозится за границу, и потом там мебельные фабрики делают элитную мебель из этого. То есть, ну, я не знаю, какой... Ну, даже недавно, извините, был опубликован факт, что вот со стороны, так сказать, Словакии, по-моему, или Словении даже были вот такие входы на территорию Украины, где даже не мы сами, так сказать, рубили, пилили, отдавали, а они заходили на нашу территорию, так сказать, заготавливали древесину и вывозили к себе. Вот. Ну, для этого же нужен, наверное, какой-то контроль, чтобы, так сказать, отслеживать это все. Ну, вы понимаете, что контроль они допускают тех, кто не участвует в доле. Вот и все. Хотя периодически на разных каналах телевизионных, на разных носителей информационных появляются и фотографии, и интервью там с этими же лесниками, там, егерями, которые работают в этих лесах, с их болью, так сказать, за вот то, что произведено. Но почему-то наши, казалось бы, вот коррупция. Очень яркий пример. То есть наглядно видны эти пеньки. И по срезу понятно, так сказать, что это было хорошее здоровое дерево. Понимаете, просто коррупция, куда ни плюнь сейчас коррупция в каждой сфере. Особенно, опять же, если мы говорим о сфере экологии, то вот за что ни возьмись. Просто меня, как и европейцев теперь уже настолько поражает тот факт, что министр просто занимается популизмом. Он говорит о каких-то мифических европейских партнеров, с которыми он якобы сотрудничает и перенимает опыт. Просто если бы они узнали о реальной ситуации, то я убеждена, что министра бы уже давно не было в своем кресле. Просто это настолько шокирует их, настолько поражает, почему вообще вы практически два года ведете расследование, и все еще те же люди у кормушки, все еще те же люди продолжают подписывать документы, все еще те же люди ответственны за ваше здоровье. Как такое может быть? Бутует еще такая фраза, так сказать, тоже достаточно часто используемая, что короля играет свита, что может быть он даже не всегда в курсе дела, что происходит на местах. Просто его подчиненные, те люди, которые непосредственно у этих очагов злоупотребления, они просто не докладывают и скрывают эту информацию от руководящих органов. Для этого, наверное, и существует, в том числе и издание наблюдатель, для того, чтобы отслеживать это и публиковать об этом информацию. Именно поэтому мы и занимаемся расследованиями, собственно говоря. Вот вы упомянули ваши партнеры французов, которые собираются приехать, да, снимать сюжеты? Да, они собираются приехать, мы ведем переговоры, в скором времени они будут на месте, и только благодаря нам, в принципе, только у нас, в Украине, есть эта информация, которая им необходима, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество, потому что они в этом очень заинтересованы. Это их третий фильм по этой тематике, и они должны его закончить. В скором времени вы узнаете. А каким образом удалось выйти в контакт с ним? Дело в том, что они, когда начали расследование именно по этому конкретному пестициду, они искали, в каких странах запрещен этот продукт. Выяснилось, что в Украине. Решили зайти на какие-то украинские сайты, говорят, как мы не вбивали, как мы не искали, то есть поисковик не выдавал ничего, кроме наших статей. Как ни странно. То есть, ну и потом уже, естественно, связались с редакцией, с переводчиками, потом по видеоконференции, то есть мы общаемся, ведем переговоры, и мы понимаем, что для них это важно, и вы бы видели их реакцию. Просто люди, ну, они не понимают, как так может быть. У них это не складывается пазл абсолютно. Они смотрят на нас и думают, господи, ну, до чего вообще люди живут в непонятках каких-то, они не могут с собой разобраться. То есть о чем можно вообще говорить, если даже наше общество, оно не дает запрос власти. А все потому, что власть вынудила думать совсем о другом. Дело в том, что, да, дело в том, что, я не знаю, надо искоренять эту нашу ментальность, потому что можно приводить массу фактов того, вот как мы ведем сами по отношению к себе совершенно безалаберно, и как мы, попадая, так сказать, оказываясь в Европе, мы вдруг начинаем соблюдать законы. Вот тоже ездил многократно я и на, так сказать, автобусные у нас были поездки, когда водители, выезжая за пределы Украины, они знали, что строго ограничение скорости, что везде стоят камеры видеонаблюдения. Если ты написано 60, а ты дашь 70, значит, через 5 минут, а мы, кстати, попали в такую халепу, один раз водитель так посмотрел, вроде камер нет, и там какой-то участок он дал там на пару километров быстрее проехал. Буквально ровно через 5 минут, это все было, это открытая трасса между городами, так сказать, вот, на Студу через 5 минут настигла полиция, вот, а сняли, а там у них в руле есть специальный прибор, который фиксирует, значит, на каких скоростях, какие участки мы проезжали. Все тут же доказали штрафы, никто с нами не разговаривал, там, не спрашивал взятки и так далее. То есть законы работают, и наши попадая туда, они почему-то их внимательно, так сказать, знают, изучают и исполняют. Вот помню мы как-то, ну, даже мелочь казалось бы, но тоже очень обидно за страну. Ну, тогда наша группа нас подвезли там к банку, надо было поменять валюту, вот, и мы спросили, а где у вас тут можно переводить? У нас не спрашивают, где можно курить, нас курят везде, вообще везде кидают окурки. Они говорят, да бога ради, вот там возле, это самое, возле проезжей части, станьте вы на тротуарчик, если бы там курить. Мы смотрим, на урон нету, вот. А вы там вот за бордюрчик там бросьте, ну, там группа была большая, человек 20, представляете, да, вот эту вот кучу тех окурков. Мы что-то на мгновение отвлеклись, ну, и ждем наши очереди, потому что нас оптом привезли в один банк, вот мы ждем пока те, так сказать, поменять деньги. Прошло буквально там, ну, не знаю, несколько секунд, мы поворачиваемся, они куда-то исчезли. То есть тут же незаметный человек это все поднял, подмел, убрал, и, так сказать, и все опять исчезли. И дальше мы уже следили вот за тем, чтобы, так сказать, как-то, ну, не принести вот неудобства от нашего посещения. Но почему-то, вернувшись к нам в страну, мы можем, так сказать, сливать все, что угодно в нашей реке со своего производства и доказывать, что, так сказать, это не я, что это кто-то другой, что-то с неба упало, да. Использовать пестициды, вот, и неизвестно, какие продукты мы едим в связи с использованием, неизвестно какой химии. Вот, но вести вот такую широкомасштабную фронтальную работу с этим всем, я не знаю, один наблюдатель не справится, а кто справится? Я надеюсь, что вместе мы справимся. Хоть мы, конечно, и маленькая, молодая команда, но я верю, что есть в нашей стране какие-то идейные люди, которые будут отстаивать свое право жить в здоровой стране, которые будут отстаивать свое право на здоровое будущее, на здоровых детей своих, на потомство. То есть мне кажется, что, в принципе, вот сейчас уже подрастает поколение таких осознанных людей, которые не продаются за гречку, которые не будут за 400 гривен работать с этими пестицидами, которые понимают, что это опасно, которые понимают, что это, в принципе, может навредить не только им конкретно, и не только его соседу, а стране в целом. И не только стране, кстати говоря, а всей Европе. Потому что, собственно, почему к нам и обретились эти журналисты. А что будет с этим судом? Ну, вот вчера было заседание, дальше еще будет, да, заседание? Да, конечно, суд продолжается. Рассматривают по сути, изучают касательно Олега Васильевича все материалы. Мы просто хотим сказать, что, в принципе, руководствуясь теми правилами, которые были прописаны в, скажем так, Конституции СМИ международной, о которой мы в прошлой передаче с вами говорили, пресса имеет право на свободное выражение мысли и критики любого власть имущего человека. То есть, если он идет, повторюсь, на госслужбу, он должен понимать, что он находится под пристальным вниманием, и он должен давать отчет, что он делает, откуда он берет свои доходы, какие результаты его деятельности, что полезного он принес стране. И, учитывая все факты, о которых пишет немереное количество СМИ, можно сказать, что наблюдатель еще даже мягко отзывается об Олеге Васильевиче. О какой порче репутации или задетой чести идет речь, я не совсем понимаю. То есть, его репутация подпорчена очень давно, с 2014 года, насколько я помню. Вот, понимаете, у нас, наша борьба с коррупцией, мне напоминает старый-старый анекдот, когда человек пришел в парикмахерскую и начинает высказывать парикмахеру, ой, у вас вода холодная, ой, у вас тупые ножницы, ой, вам в стране нашей все нравится. Он говорит, нет, а что вы начали с моей парикмахерской? То есть, примерно психология, по-моему, у чиновников, а чего вы начали с меня? Вот вы пока начните с кого-то другого, а я подтянусь, может быть. И вот так оно, адресованное другу, ходит песенка по кругу. Оно вот так все закольцовывается, и пока у нас пробуксовывает вот эта борьба, но дай бог, чтобы благодаря журналистам и вашей, в том числе, работой, мы как-то сдвигались с мертвой точки. Спасибо огромное. У нас в гостях была Леся Лаская, член Международной ассоциации журналистов IFJ, редактор издания «Наблюдатель». Будем наблюдать за вами дальше. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»